Доброе утро! Доброе утро! Мы только что с улицы пришли. Володя затопляет в храме и подходит к калитке-то, а я издалека кричу Не открывай, не надо, тут темно ещё. А он идёт, я думаю, не слышит меня, я к нему побежал. А там за дверями-то стоит батюшка, отец таким приехал. А я ему кричу, не отвечаю, говорю, отец, прости меня, я не хотел тебя, чтобы это не пускать-то. Вот он послушал вот приказ, это моё вот в темноте-то, и не открыл бы, батюшка так и стоял бы там на улице. А он из потеряки приехал на крещение, видно. Вот я просто попутно сказать, как бывает, не хочешь и попадёшь. Ну да. Чё там у вас? Долго от тебя поди? Игнат Тихвин, да я вот по этому, по поводу переводов там. Да. Надо, знаете, что сделать? Надо поспрашать у кого-нибудь из братьев там, может есть у кого карточка такая пластиковая. Володь, у тебя нету случайно? Нет, у нас ни у кого нету. Не берёте, да? Да хочу разве... По-другому никак нельзя? Да нет, я просто, допустим, там собираться будет сумма такая, ну, круглая сумма, а я буду вам уже сгибать такими круглыми суммами. Хорошо. Я узнаю у кого в воскресенье. Придут люди на моленья, то я и спрошу. Ну да. Я сейчас запишу, что о карточке речь идёт. Значит нужно, чтобы карточка была, потом вы этот номер дадите и на него, чтобы могли переводить. Так. Да, мне номер, просто номер дадите, а я буду суммы будут собираться круглые такие. А, ну-ну, то есть переводить будете на это только вы? Ну да. А, вон как. Я думаю, что это для людей надо опубликовать. Нет, ну чё для людей, не людей там отдельно, а это я буду общий. Допустим, вот 10 человек собрали там, да, сгинулись. И всё, я вам уже вот там собралось уже там, я не знаю, ну больше 10 тысяч. Вот я вам сейчас их скину, чтобы не держать такие крупные суммы. Понятно. Вон Марьясов-то меня 4 тысяч за книги, он взял туда перевёл. Я уж не стал ему ничего говорить. Думаю, всё равно. Он предупредил, меня предупредил, что... И он не туда перевёл, он перевёл вам на счёт. А, если только он перевёл туда на счёт, то это я нормально получу. Да, это помимо. Сделать переводы такие уже... Как-то будет, чтобы понятно-то было. Я вот зашёл, где там указано как, я бы никогда по этому не перевёл. Куда-то там как. У меня опыта никакого нет. А вот на почте, если рукой написать на бланке, тут я могу сделать. Там ничего сложного, вам оно не нужно. Я сам туда влез, потому что по необходимости я от них не хожу никуда. А так бы они мне не нужны были бы. Понятно. Ну, а это чё, удобно так? Я, знаете, как я дома лежу и всё покупаю из дома. Ходить не могу по магазинам. А я из дома всё заказываю и мне домой прям всё привозят. Ну, ты смотри что. Знания помогают. И по интернету и расплачиваются. То есть там уже расплачиваются, сразу они привозят доставку оплачивают. То есть я людей не посылаю, не нагружая людей. Так, ну по этой теме ладно. Я всё равно ничего не понимаю. Долбит тебя? Ну я сейчас, я сейчас инкометом не занимаюсь. Я сейчас... икону я пишу Харитона. Так, Сергей. Так, а чё ему икона-то твоя нужна? Чё там икон не хватает? Ну, ему боя. Ты знаешь, для чего это нужно? Когда ты умрёшь, себя будут канонизировать. И каждый будет говорить, а у меня от него икона есть, вот. И она замера тащит, пропало благовестие. Далее куда-то, чтобы меня канонизировали. Вчера мне Додин, Сергей, не показывает, а говорит, ой, как на вас сильно лютоит, говорит, в интернете. Это прямо говорит, с чем же так им досадили-то? Я говорю, ну я не спросил, я знаю, меня не касается. А потом думаю, дай-ка я его спрошу. А он мне скидывает и показывает где. Там где-то ВКонтакте. У меня ВКонтакте есть, там другой номер, но мне разрешили туда. Я зашёл, там ба-а-а, там такие плакаты, там всё впрочем. Плакаты! Ну, я где-то вычистил, убрал. А? Где эти? ВКонтакте, ВКонтакте. А я на него не захожу ВКонтакте в течение года, но меня подтолкнули. Я зашёл. Я знаю, что у меня есть тоже ВКонтакте, я гляну, что там. Ну, знаете, эти, там, Тарари спешит эти, как бы стихи-то, и они их там копируют. Против меня, как бы. Ну, там никакой роли не играет. Но он потом находит, я говорю, что-то солидное ты нашёл-то? Да. И он делает две ссылки. Специальный форум организован против вас. Форум! Я говорю, а я ещё ничего не знаю. Я говорю, ну, допустим, форум. А чего они могут-то? Если они сегодня меня со всех сторон осмотрели, покритиковали. А завтра-то, а этот форум-то для этого, там никто ничего писать больше не будет. Ну, что там есть-то? Решил посмотреть. Так это бывший. У нас был один Волков Слава. Бузатёр такой. Он был в военном училище. Я всё о нём тогда и выставил. Он всё время добивался выставить на нашем форуме под заголовком «Почему я ушёл из Крестовоздриженской общины?» А ему ответили, да потому что ты дурак. А его теперь встретили в магазине. Это уже девять лет прошло. Ещё попало, говорит, я говорил тогда. Я думаю, сейчас-то ты не лучший. Но уже осознал. И вот добивается на форум сайт, наш его закрывает, он снова зарегистрируется по-другим. Я говорю, да пускай. Он успокоился. Говорит, ну вот это ладненько тогда, что его хоть где-то приспособили-то. И он успокоился, больше нигде ничего нет. По-хорошему. Хороший материал стал выставлять из святых отцов. Но ребёнок. Ребёнок просто. А женатые ребятишки есть. Но проходит какое-то вот время-то. И он, видимо, не успокоился. Больше ничего нет. Девять лет. Ни одной строчки в интернете. Нигде нет ничего. Занялись какими-то ракушками. Их дробят, что для здоровья полезные. Ракушки там. Какой-то там. У них там особая забота о здоровье. А тут ещё нету. Вокруг моей колокольни. Бегают всю жизнь. Я говорю, ну отстаньте, ребята. Вы хоть что-то сами-то делайте. За девять-то лет у меня и форум тут. Ещё только нету тут ещё. И миссионерские поездки. У него нигде никак нету. А другой, Буряков Михаил. Тот посерьёзнее. Филолог. Он засел против меня по трёхтомнику. Игнатий перевёл неправильно. Он не знает, что я ни одного слова греческого не знаю. Ну как я мог переводить-то? У меня хоть с японского, хоть с китайского. Перевёл неправильно. Он как филолог. У него речь экспрессивная. У Лапкина она вялая-квёлая. У меня вялая-квёлая речь. Они как поджаренные сквозь скачут, когда я говорю. Каждое слово обсасывают десятилетиями. Ладно. А потом он убавил. Он сколько там убавил. А отец... Сергей Тадудин говорит. А я считаю. Один к одному с нашим. Так у вас ещё толще книжки-то. Да там 297 комментариев-то. А в другом месте... Прибавил я. Ну убавил, прибавил. Ну ты покажи хоть. Три тома всё-таки. Нигде они ещё не показывают. А чё он покажет-то? Нет этого? А в предисловии я сказал. Я убавил в одном месте. Убавил. Почему? Он, Феофилакт, объясняет ереси, какие были в Болгарии. Богомилы. Их нет нигде сейчас. Нам зачем это перепечатывать? Мертвичину-то. Мы добавили трёхтомнику Геннадия Фаста. Опровержение лжеотолкований сектантов современных. Вот что важно-то. Ну нельзя только обрубленным манкуртом-то быть-то. Ну и вот там всё это с филологической стороны. Да там меня, да везде. Я говорю, знаете, отец Сергий, в этом большая польза. А почему? Когда они уходили, у меня в это время было извинено 8 томов открытым оком. 8. А теперь-то 30. Я уже закончил давно, года три назад. Так они обсасывают только 8 томов. А теперь на них все ссылаются. Если бы люди-то не были такими ленивыми, как Кемеровская там это, манкуртизированная епархия там, они бы начали копать дальше. Но они дальше не идут, ссылаются на славу Волкову, как, говорит, великий богослов. Наши чуть не упали со смеху. Ой-ой-ой. А он из-за чего ушёл-то? Увидел на фотографии, что Лавр, зарубежная церковь первосветитель, этот, ну, первосветитель, как это называется, сидит за одним столом с Алексеем Вторым. Еретики с еретиками сидят за одним столом, экуменическое. Ну, они бузу тут заварили-то, а ничего из этого не вышло. Ну, ушли. А я ему характеристику славит, описал ещё раньше. Вот такой характер, въедливый, ну, злобный делал. И тебя только к старобрядцам идти. Он и правда ушёл к старобрядцам спустя несколько лет. Я говорю, самое свирепое общество старобрядца. Я говорю, ты иди к ним. Чё ты к нам-то пристал-то? Вот один раз я там, у меня трёхэтажное такое сооружение, балерина там, голуби, я залез. Вон, пошли. У пруда там нужно вырезать ветки, которые бульдозером завалило в землю, они торчат и мешаются, кто подходит. Ну, и послал двоих там, Витя Савченко. Я говорю, пошли двое. Я говорю, Витя старший. Там ещё один был парень. А он-то военный, с четвёртого курса, что ли, с третьего ушёл в авиационное училище. Он пошёл, а потом с дороги их бросил, вернулся ко мне и говорит, я не пойду, потому что я не старший. Я говорю, ну, хорошо, ладно. Я тебя ставлю старшим, иди. А он куда идти? Так вот первый вопрос. Какой ты старший, не знаешь, куда идти? Я говорю, и там у пруда зайдёшь с южной стороны. Он, а где этот пруд? Ну, какой же ты командир, когда не знаешь, куда войско? Иди, не дури. Тебя повёл тот, кто всё до одной веточки знает. Вот я буду старше, а не знает ничего. Ой-ой-ой. И на него, как на великого богослова ссылается-то. Они там, Игнатий ставит священное писание выше предания. Ой-ой-ой. Да они меня возвысили до небес. Выше. То есть я Христа ставлю выше, чем человек. Ну, чего сравнивать-то? Предание. Я говорю, покажите грани предания. Вот священное писание начинается с буквы В. В начале сотворил Бог. Ну, в русском переводе, конечно. И последний мягкий знак. Аминь. Вот всё. Ни одной буквы не добавится. А покажите предания. Ни один человек на земле этого не покажет. Поверь мне. Когда говорят священное предание, вы просто спросите, а вы можете дать каталог? Что в него входит-то? Никогда. В патрологию имения входит 300 томов. 300 томов. Томов, фолиантов. Это не брошюры. 300. Три сотни. Так а туда-то подписывают и подписывают каждый день. Вот штука-то какая. И Игнатий ставит священное писание выше священного предания. Да, Господи помилуй. Да за что же мне такие агитаторы-то? За меня они везде. А там баптисты, все на них нападают-то. И Писание дальше. Игнатий говорит, что литургия там должна быть, совершаться на опресниках. А у нас на квасном, ну я не отрицаю, но и Христос совершил на опресниках. Написано, были дни опресников. Что дурить это? А если бы Христос на квасном был, его бы убили ученики сразу. Вы понимаете, там написано смертная казнь. До смерти умрет, кто квасной будет. Они в крысиных норках посылали детей смотреть в подполе, нет ли там крошки. Это евреи, его щепетильность-то какая. Ну вот такой вот. Я говорю, на первом месте не литургия пропад. Ой, литургию он тронул. Литургию говорить не надо. А где я говорил, не надо? Я говорил, что она не на первом месте. Литургия для верных. А вы верных-то никого и не имеете. Какие они верные-то? Выходят табакуры до Б. Одна Б и сто. Как Степаненко Максим. Я все еще рад. Я уже понял, Сергей, это дает. Я понял, не надо. Теперь тебя добивать буду. Чтоб сто процентов ты поверил, что они лгут. Лгут. Но в этом благо. Понимаете, они ни с какой стороны ко мне не подойдут. И когда они лгут, я всегда оборачиваюсь. На кого они говорят? Это мне говорите? Мне? Так это не я. Намного выше ростом, про кого говорите. Намного комплектнее. Вы показываете какого-то мудрого человека, с которым вы боретесь. А я-то пигалка. Я видел, я смотрел вашу беседу с отцом Сергеем. О, уже посмотрели. Я-то в курсе немного. А-а-а. У меня вот что еще, какая тема есть. У нас, видите, как совпало. Я, в общем, мы в одно время, я смотрю новое видео с епископом Антонием. И вы мне как раз пишите про него, про епископ Антонием. Я с ним знаком был. Год четыре назад переписывался я с ним. О-о-о. Вот. Ну, он меня тоже склонял вот к этим царю там, к этим всем вещам-то. Ну, он простой был. Меня особенно удивило. Он приехал и говорит, я с патриархом Лисеем Вторым был. Он меня, говорит, спросил. Какие у вас отношения с Игнатием Лапкиным? Я говорю, так и спросил. Да. Ну, и что сказал? Говорю, хороший. А сам раза три на меня наезжал. Игнатий, он не может просто так. Ему обязательно, чтобы конфронтация была там. Это такое там. А я, говорю, позвонил. Я говорю, ну, там не имеет отношения безорубежной страны. Церкви. Но он выступил потом. И сказал, я вроде не так говорил, вроде не так он говорил. Поэтому опровергаю. Игнатий, он исповедник. Сидел за Слово Божие. Я его уважаю. Давай уже совершенно другое. Я там все поместил то и другое. То и другое в своих книгах. Потом он приехал ко мне. Пообедали мы у меня вместе. На его машине поехали. Он простой был. А второй-то посложнее. С этим уже не поедешь. Даже не пройдешь. Вот поза вчера наши сходили, это приглашение отнесли в епархию. Я их пригласил 33 священника и 12 семинаристов. Сейчас от Сусоли-то почему 33? А тебе говорю, да Пушкин говорил, 33 богатыря выходят из воды. А 12-то почему? Ну, только один среди них будет, кто предаст меня. А придут или не придут? Да главное нам показать расположение уже. Есть такая еще тема. Я, в общем, смотрел два видео. Вот выставили благовестие по благовестию. Вот ходили. Ну, раздавали карточки. Володя там, Игорь. Ей были. Да. Ну, мне прям понравилось. Молодцы работают. Я прям смотрю, планы такие у них хорошие. Особенно вот когда все-таки как люди реагируют на то, что когда говорят православные, православные, люди прям откликаются. Процентов 40 откликаются прям так. Вот. Ну, дело такое большое. И мы вот с отцом Сергеем по этому поводу разговаривали, что все-таки откликаются, отзываются люди. Вот единственное, знаете, что вот хочу по этому поводу сказать, вот надо было сразу отталкивать, ну, то есть о церкви, о московской патриархии. Я думаю, не надо людей так вот пугать. Он говорил это, говорил, я поясняю. Потому что это хорошо, что ты задел-то. Мы говорим в своем городе, не в чужом. И нам ни одного шага они не дают, ни одного шага попы сделать, чтобы нас не клеймить и кричать. А они не православные, поэтому мы идем вслед их. А самих такие дела творятся, которые сами же печатают, убирают там. Ну, то есть совершенно небогоугодные дела. Каждый пятый священник в епархии запрещен за небогоугодные дела. Пятый, каждый. Если их сто священников, ну, пятый, это двадцать священников. И когда этот материал выстрел, они говорят, у вас устаревшие данные намного больше. И поэтому он по-другому не мог сказать. Когда говорят православные, они говорят, а православные, да пошли вы, мы знаем. Тогда мы идем вслед их и говорим, нет, мы к этой не относимся совершенно. Не относимся, которые на всех безобразиях и пишут здесь. Батюшка в казино продулся, говорит, но рясу не снял, не заложил. Понимаешь, нет? Это уже давнешнее дело. И поэтому Игорь-то сказал, не в другом городе, а здесь, где они нас со всех сторон обложили. Они идут, вот меня вышибали из университета. Я говорю, вот, я с семнадцать лет веду занятия в университете. Это на семнадцать-то дней, и то уже много лет. У меня прекрасное отношение со всем преподавательским составом, профессурой, с ректором, с проректорами. И в это время они тайно, тогда Максим был Дмитриев епископ, посылают Гончарова Сергея Михайловича, секретаря, бумагу, чтобы меня вышибли из университета. Такой подлянки мне коммунисты никогда не делали. Но проректор по учебной части Семкин Борис Васильевич, академик, пришел к нам на занятия и говорит, вот такая неприятность. Говорит, а зачем они это делают? Если им нужна аудитория у нас, говорит, есть, мы дадим. Я четыреста двадцатая аудитория, Алтайский государственный технический университет. Двадцать одна тысяча студентов. Зачем они это делают? Вот взял мой тринадцатый дом как раз и я понимаю, вот работа. Вот детский лагерь. Почему они не занимаются детьми? Вот деревня. Почему они не образовывают ни одного поселения? Это они его подтолкнули и он это стал озвучивать. А Лапкина я знаю много лет. Ни одного замечания нигде нет. Ну дальше начало моей эрудиции, там энциклопедических знаний. Это у меня все в книге помещено. Потому что все время записывали в это время. Фотограф стал, с Алтайской правды был здесь. Зачем они это делают? Я пошел узнать про эту бумагу. А секретарь говорит, Мария Васильевна говорит, да наверное вернулся и всегнеев Владимир Васильевич. Он говорит увидал бумагу и порвал ее. Нигде не могли найти. И они сразу назад попятились. Я говорю, сделайте запрос. Мне копия нужна. Уже они не пошли на это дело. Вот и все. А они за мной на каждом шагу гонялись. Я в 13 техниках университета, где только преподавал, вел занятия. Десятка школ во всех воинских частях. Во всех в Алтайском крае. Во всех 5 отделов городской милиции. Гор УВД. Край УВД. Прокуратура. Все мои клиенты. Все до одного фабрики и заводы. И они везде за мной следом гонялись. И не слушайте его. Он не православный. Поэтому мне по другому нельзя говорить. То есть они православные, а я не православный. Я теперь должен от них дистанцироваться. Что мы не такие как они. Мы совершенно другие. А они меня заставляют говорить. Это я повторяю то, что они говорят. Нет. И поэтому Игорь им. Я и так и сказал. А вы православные да пошли. Нет. Мы к ним не относимся. Мы вынуждены это сказать. А где нас не знают. Там никто на нас нету. Тогда у нас никакой разницы нет. Мы после каждой деревни в каждом городе всех зовем в храмы московской патриархии. В храмы. И говорим где правильно говорит патриарх. Помогать надо, а не критиковать. Игорь Тихович. Игорь Тихович. Нет. Это конечно все понятно. Но на благовестии. Я считаю вот эти вопросы. Не нужно вообще затрагивать. Там о церкви. Я считаю на благовестии. Нужно говорить только о заявлении христиани. Да. Не нужно вот эти вот. Ну я считаю ну как говорится. Люди лучше православию к хресту приобщать. А вот эти вот вопросы там церковные. Их вообще не надо касаться. Ну в частном порядке нас и спросил. Он там и ответил. На деле то выглядит оно несколько проще. Вот подошел человек. Наши стоят с книгами. Стенд сделали такой. Около драмтеатра. Людей много. Подходят. В это время один подходит. Лапкин да я его знаю. И начинает материться. Матерно. Мы его знаем этого человека. Он да вы не слушайте это так. Такие. А потом встречаемся и. Ты же говорил это. Я говорил дурак. Выпил маленько лишнего. Ну и плел еще попало. Ну и все. Они ни один нигде ничего не могут сказать. Здесь эпикрофа можно взять слова Геннадия Фаста. Игнатия спасает его безупречности. И все. То есть. Я ничего не делаю то за что бы они могли ухватиться. А они лгут. А раз лгут. Ну тогда я понимаю что они не со мной разговаривают. И мне некогда стоять на одном месте. Пока они бьют. А меня на том месте не было. То есть. Корректировка снаряда летят туда где меня давным-давно нету. Девять лет назад они говорили. Да только делов. Наплевать да забыть. Как по-русски говорят. Теперь вот сейчас придумали они это. Флешмод. Видел как вот заходят они рассаживаются по всему ресторану на вокзале. И начинают говорить. И вот это уже привелось и на русской территории. Вот сейчас они делают соревнования где у кого лучше получится. Я смотрел сначала за рубежи. Я слежу за всем этим то. И вижу это абсолютно ненужное. Совершенно на сто процентов не евангельское событие. Этого не надо делать. Это ничего кроме самоутверждения ложного нету. Написано Христос спасал по два. Вот максимальное. Почему не по три. Вопросы я задаю теперь я им. Почему не по три. Не сказал заходите теперь там в рестораны. И когда они жуют в это время пойте им. Конечно интересно. Аллилуйя. Аллилуйя. Там Мендели или кого-то поют. Это очень интересно. Представьте. Они снимают тут все. И они тоже. И что дальше. А мы потом раздавали. Раздавать можно было так. Зачем забавным гуслистам самому себя называть. Это они могут тебя называть так. Ну же живое слово. Вот есть уличные проповедники. Вот проповедуют. Здесь вот Алексей один такой высокого роста. Он не православный. Но как он хорошо говорит. Он выходит в метро там где-то рядом. А в Америке один там. У меня там на форуме все. Он говорит о Христе. О муке вечной. Подходит одна лесбиянка. Он ей говорит. Подошли два полицейских. Ты маленько потише бы говорил. Он сразу. Вот полицейские подошли. Мешают мне. Он продолжает дальше. Дальше говорить. И он говорит о Христе. Точно по Евангелию. Голос хороший. Громкий. Он прям. Вот как надо делать. А не флеш-моды эти. Это глупость. Глупость несусветная. Никогда никто этим святыми не занимали. Чтобы услаждать там на вокзале или кого-то. А дальше они начинают он. В Улан-Удэ. Или в этом. Где-то в Америке-то. В Канаде. Они дальше начинают прыгать. Кривляться. На голос. То есть привлечь внимание. Я считал один батюшка. Чтобы привлечь людей. Он сделал там бильярд. Там все. Чтобы отдохнуть. Можешь это. Но во время службы. Он сделал так. Что. Ее не видно. А только одна тень. Как она стриптизом занимается. На алтарных дверях. Она раздевается. И прочее. Это вообще уже запредельно. Но это у католиков. Представь себе. И народ то смотрит. И дома то она рассказывает. Ой как там интересно. Мужик. Пойду посмотрю. Ну. Он мог бы и дома смотреть. Но тут интересно все таки. Рядом со святыми. Она кривляется. Эти говорили. Пусть стирает. А сейчас и говорят. Пусть постирает. Их назвали по другому. На Андрея Кураева напали. Он там лжец. Он Бога предал. Я все это выставил. Ничего этого там нет. Он совершенно нормально разговаривает. Я бы так разговаривать с ними не стал. Они пошли с ним на встречу. Со мной бы они не пошли. Я бы их с первых же слов стал зажимать в клещи священного писания. Но у него такой талант. Он так делал. А нам его не судить. Он подготавливает почву для меня может быть. Вот и все. Ну не надо так. Ничего не делать дома. Я дома сижу. Андрей вышел куда-то. Я его буду судить. Он отрекся. Он Божью Матерь хурил на сто процентов ложь. Как люди греха не боятся. Он православный. Ну он так понимает. Вот так он говорит. Одно то что я его сто двадцать раз протянул по кочкам в книгах. Как он говорит. И он такие слова во мне говорит. А то о чем-то говорит. Нет. Другому только намек дать. Что я с ним не согласен. Он у меня будет испепелять. А этому нужды никакой нет. Не потому что он непробиваем. А потому что у него ума много. Он понимает. Я каждый раз желал ему добра. Говори. Нет. Я подтверждаю. Очень умный человек. Ну конечно. А зачем. Чего тут дуться то. Мы можем это сделать или не можем. Вопрос. Вчера тут один на меня вышел. Из знакомых. Я маленький недопонял его. Мальчишка. В стихаре одетый. Из группы как бы там где был отец Даниил Сысоев. Ну он там кое-что спрашивает. Я ответил. Я не знал что он уже за рубежом. Ну и просится. Тут будет какое-то какое-то у вас мероприятие. По следам алтайских благовестников. А на Алтае это был Макарий Глухарев. Это один из самых больших переводчиков был. В той Библии которая у нас есть на русском языке. Архимандрит. Он 470 только этих аэродцев крестил. И вот они по их местам где они были. Это тоже не нужно. Фундаменты разрывает. Где стояла церковь. Нам нужно идти к живым людям. Людям нужен воскресший Христос. Говорить о распятии. И о том что есть. Я сказал что этим не занимаемся. Нас тут не будет. Он в июле будет. Ну. Вот он. А тот не тот который выходил на вас тряси вас который. А это Сарионов то? Ну да. Нет. Тот не выходил. Ну. Если где можно то. Вот он сейчас. Вчера выставил материал. И он мне подкинул. Смотри говорит что это. НТО они его называют. Он себя. А я назвал. Неопознанно технически. Таинственный объект. Не НЛО. А МТО. И Сергий мне его материал дал о Бороде. Хороший материал. Большой. Богатый. Я к себе перенес. Я говорю передай ему привет. И пусть выйдет на мой материал. Там. Говорят. Как этот. Стерлингов. Что об этом говорит. Дугин. Ну все. Да это у меня. Я говорю материал это все есть. Ну то что он старается. Трудится. Но не используйте его на провокацию. Он то бывает. Встречается с кем то. Ну надо идти. Живое. Слово нести. А не то что пришел в редакцию. И кирпич положил на стол. И вот пошел кирпич. А если где не такие стоят. А манекены. По окнам бить. Витрины ломать. Вот такой вопрос есть. В общем есть человек. У него обожженное лицо. Детский. Детский ожог был. Лицо сильный. Ага. Вот. И как ему быть. У него были лица обожженные. Не растет у него борода. Ну как нет. Так если нет. А это было у Савва священного. Когда монахи его прогнали. Он образовал монастырь. И они возмутились и прогнали его. Угрожали смертным боем. И он ходил. Когда эта ночь ушел. Там смолиная яма у мертвого моря. Он упал. Пока выгорался. Борода то сгорела. И он говорит. Борода росла мелко. И кустиками. И он сказал. Это для того. Чтобы я не хвалился. Хорошей бородой. Он даже из этого сделал вывод. Видно. Борода то была шикарная. Вот и все. Нет. Не растет и не растет. А бывает он у японцев. Вообще. Половина растет. А половина лица не растет. Половина нет. У Савва священного. Скажи. Возьми в пример Савва священного. Запомните его. И не переживайте. Ему как ходить вот так. С половиной бороды. Да. Именно так. Не трожь как есть. Но как один глаз выбили. Я второй то глаз не залепляю. С одним глазом черная повязка. Ну глаз то это не борода. Тут то легко понятно. Одна нога есть. А как ему с одной ногой то. Все уж. Борода то не важнее глаза. Вот я сейчас хочу. Я такой эксперимент сделаю. Вот я две недели бриться не буду. И сделаю фотографию. И пришлю вам. Покажу. Что у меня в таких условиях. Покажу. Что мне нельзя не бриться. То есть у меня тогда начинается. Страшная штука. Если я не буду бриться. Ну это я не знаю как будет. Я про одного читал. Они собрались там. Немцы или щукчи какие то. И они в щуме были. А на снегу то там. Костер когда то горел. Я там под пеплом то. Зола. И они ребятишки то вышли. И кидали начали кверху. Это дети то. Ему упало прямо на оба глаза то. Ну пока что и глаза выжгло. И он без глаз. Представь себе в пустыне. И дальше он сделался таким человеком. О котором весь мир узнал. Без глаз. Без двух глаз. Он сделался лучшим проводником. Это вообще вообразить нельзя. Он слышал шорох травы. Где у реки когда она внизу есть камни. Он слышал что вода меняет тон свой. И он говорил свернуть вправо влево. Когда по рекам сплавлялись. Ни один глаз не видит. Он под водой это чувствовал. И по взмаху крылья птицы. Мог стрелять в нее в ту сторону. Уж попадал не попадал не знаю. То есть вот так человек может развить свои таланты. Не на один глаз. А вообще на безглазье. Вот вы лежите. Ну конечно у вас времени как будто побольше. То другое. В одних пролежьях сгнил бы уже через год. Не то что там разговаривать или делать. Или заботиться о таком важном деле как о благовестии. У церкви бы тебя на коляске возили с пеленатого. Ну и рядом бы какую-нибудь баночку поставили. Больше у нас такой был. Что интересно этот Ванюшка к слову сказать. А другая была Олюшка. И их на двух колясках возили. Оба православные в один храм ходят. И Ванюшку спрашивают. Ну вот некоторые ходят к Олюшке. Ухаживают туда. Деньги жертвуют. Все кто приходят туда вниз головой в ад летят. И ее спрашивают о нем. Она те же слова ему возвращает. Абсолютно парализованная, скрюченная. И полная непримиримость. Да разве это возможно у евреев или у мусульман? И я их обоих знаю. И скажу что люди просто их так сделали такими. Они такими не были. Вот это возят там. Кормят. Спрашивают дальше. Пророческие какие бедения. Как в этот славе крошенинников. Он ничего не знал пацаненок то. Святые надо. Мамка сидит плачет что его не канонизируют. Моего интересно что. Патриархия то не приняла. Потому что не ее инициатива там. Дмитрий Смирнов выступал против. Я не против. Я говорю не надо этого делать. Единственное что непонятно. Когда я говорю не надо канонизировать. Даниила Сысоева. Так он святой. Он на небе. Его чего канонизировать? Он мученик. Я добавляю за тысячу лет в России. Никто так не любил мусульман как он. Да он прям шел направленно. Да конечно. И самое главное что он чувствовал. Он уже чувствовал. За несколько дней уже до смерти. И он понимал что это произойдет рано или поздно. Он говорил то. Четыре только угрозы было в последнее время. Ну да. Я вот немножко кое к чему не закончил. А флешмод если коснется где то говорить вам. То вы спросите. Покажите. Один случай на всю мировую практику. Кто обратился к Богу. Один. Не в России. По всему миру. Они не могут по сегодняшний день никого указать. Да там еще он будет обращаться. Ну пришли пропели. Пропели аллилуйя там. Или калятки. Ни слов не понятно. Ничего не понятно. Ну поют. Ну видно как рты разевает. Да. Похвалились своим голосом. Это именно похвальба. Потому что надо набирать людей. Чтобы их слушали. Ну и не пойду же я туда кукарякать. А ты скажи живое слово. Когда без слова. Вот как у меня было в тюрьме. Семь человек сегодня ночью становились сзади вас на молитве. Среди ночи молились. Тут встанет кто-то на молитву. Да они не призывают. Этого нет. А в Германии говорит так. Вот говорит слово так. Кто согласен покаяться. Подними руку. Подняли. Все уже. Оглашение кончено. Завтра крестят. Не осознание. Не рассмотрение своей жизни. Рассмотрение своей жизни. Для этого надо время. Я про одного читал. Там Схия Архимандрит. Или кто-то. Он на покое уже был. А на исповедь принимал. И вот пришел к нему один старец. И стал говорить. Вот вы говорили. Вот я решил покаяться. И то другое. Он говорит. А чем ты занимаешься-то? А он его оказывается знал. Ты же всю жизнь. Лечил людей. И лечил шептунством. Так? Так я же помогал. Я отче наш. Свечи. Ну все было. Иконы свечи. А ты знаешь что было? И он начал исповедовать. И говорит. Утром. И к вечеру только кончил. Это я единственный случай читал. Что такая была исповедь. И наконец он его разбил. Полностью. И он заплакал. Да так было. Ты всю жизнь с сатаной в обнимку жил. Ты только портил людей. Ты забил. Забивал своим вот этим лечением. Вход ко Христу. Таких людей блокирует сатана. Вот это победа я понимаю. Вот это стоит того. А не то что давай мы попоем. В одном месте. Договорили в другом месте. Сидят за столом. Все встают. Ну людям то понятно что это они и те же люди то. С одного гнезда. Что тут говорить. Не то что они их увлекли. И посторонние встают. Ну а потом то может и с других там храмов кто-то подпоет. И прочее. Ну и что? Все пропели ушли. Пустое. Поговорят до обеда. Больше не будет. Дальше у каждого своя манька свой Ванька. Живое евангельское слово. Вот как уличные проповедники. Вот это годится. Игорь Михайлович. Да. Ну а еще будете снимать такие ролики? Когда ходят на Благовесе это? Да. Сейчас почти не ходят. Я все время ходил. Я сейчас не вылажу. На крещение. На крещение. На крещение то пойдут наши. Вот это. Вот. Надо снимать. А пойдут. Пойдут. Вот это вот. Если ну там не застынет аппаратура. Просто людям передавать нужно опыт. Вот это вот такое уже наглядно. Они прямо подходят у нас из рук вырывают патриаршие. Даже когда идут крестным ходом. Они даже не перестают враждовать. Нашим выхода никакого нет. Мы подтверждаем их слова. Это не с нами. Мы говорим да. Мы не с ними. Мы другие. Наши идут в стороне совершенно. Раздают главное. Нам главное людям дать направление. А направление где? Евангелие. И мы даем маленький квиток в пальчик. Ну бывает пошире. Это наш сайт и форум. Они как огня его боятся. А почему? Да у них ничего подобного нет. Они ничего не могут сделать. А почему? Страх сковывает. Они боятся. Вот возьми отец Сергий Дудин. Его со всех сторон сейчас долбят. И сектантом называют. Я говорю. Вот сектантом. А нас то называли. Как? Это надо смотреть на это с жалостью. А почему он так делает? Ну почему? Потому что Исава. Я возненавидел. Якова возлюбил. Еще в утробе матери. Так это несправедливо. А вот за это ты ответишь. У Бога не может быть несправедливо. Бог знает будущую жизнь. Они не могут по другому. Не могут. Он получил такой жеребий. Поносить меня. И я должен только молиться за него. А не злиться. Не он делает. Я должен умом своим проникнуть. И с той стороны посмотреть. Кто у него стоит. А там рога вот такие строит. У святого Мартина. У него там было такое. Диакон Бакриции звать. И он вылет отдохнуть маленько на солнышко. А он подойдет. Диакон. И пошел его. А он глаза поднял. Смотрит. И там на холме два эфиопа стоят. Ему машут. Что говорить. Он говорит. Бакриции. Ты не сам это делаешь. Там два друга твои тебе. Какие друга? Он не видит. Бакриции. Ты будешь епископом после меня. На тебя точно так же будет диакон нападать. Все так и случилось. Он на это поставлен. Он на него не обиделся. Ничего. Молитесь за врагов. Почему? Чтобы участь их переменилась. Я знаю мое имя вписано в книгу жизни. А у него в книгу адскую какую-то записано. Моя задача вырвать его оттуда. А не злиться. Мы не можем никак. Вот жена говорит. Я же на жену злюсь. Я на нее кулак-то поднимаю. Почему? Она мне противоречит. Да не она. Она только слушает того, кто научает ее. И поэтому мой этот гнев я должен обратить на молитву. На молитву за нее. Меня вот... Я лежу и все равно я... Мне и врачи говорят, что... Ну, гневные все такие люди в моем состоянии. Ну, понимаете, что я не могу сам ничего делать. А делают люди все не так. Понимаете, как... И мне вот что-то не так подали. Мне что-то не так передали. У меня уже все равно возникают какие-то вспышки такие. Понимаете, как... Вот это сейчас у меня вот основной такой недостаток. Я сейчас с ним борюсь. Ну, все, как, знаете, ребенок. Они разговаривают. Ему что-то хочется. И он не может выразить это. И начинает ногами тохать. Что не так. Вон он не так. И вот я борюсь с этим. Вот с этим... И не он таким. Тяжелая штука. Я вот все равно вот думаю. Уходили, как люди... Допустим, тот же Сергей Радонежский уходил, чтобы побороться вот со своими вот этими всеми делами. А тут я вот лежу. Уйти мне даже спрятаться. Некуда. Я уже наверное... Я бы ушел бы. Я бы вот не лежал бы. Я бы ушел бы, чтобы... И все. Ушел бы от этих дел бы всех. Вот. А не уйдешь никуда. Лежишь вот здесь вот на этой койке. И даже... Я даже отвернуться не могу. Повернуться не могу. Вот открыто и все. И никуда не денешься. Вот. Вот. Все равно это как тяжело. Вот ведь. И лукавые находят человека. Любого человека в любом состоянии. На них богатый Жек у тебя будут искушения. Постоянные. И постоянно нужна борьба какая-то. С чем-то бороться. Бог укрепляет силу. Народит силу. Утешительная первая корнистан 10 глава 13 стих. Как будут увеличиваться скорби, увеличивается помощь Божия. Так, чтобы вы могли перенести. У Бога это все высчитано. Любовь Его познается нами всю жизнь. Нам казалось бы вот здесь, ну почему именно так? Ну вот если бы так. Но мы не знаем последствия. Притом последствия вдали. Они совершенно сокрыты от нас. Никто этого не знает. Вот если бы ему показать чем это закончится. Ну давай вообразим мысленно, мысленно так. Что Гитлер хотел добра своей нации. Но это подтверждается так. Но теперь посмотрел бы он туда дальше то. Что будет? Полный разгром. Смерть. Бегство. И теперь нация в униженном состоянии. У них сегодня такая засыкленность. Они боятся слова сказать. А Германия тоже мусульманская страна. Как пишут то? Меркель говорит. Ангелина то. Она думала. Она выступает и говорит о своем разочаровании. Когда впускали мусульман. Думали что они тут оботрутся. Как русские ассимилируются. И будут такие же как мы. Ничуть не бывало. Они остались теми же самыми. Сейчас командуют. Когда в школах. Как одеваться. Когда праздновать. Они уже полностью взяли контроль на свои руки. Но она еще не понимала умная женщина то. Понимала. А если бы. Никаких если бы. Вот так как есть. И главное. Достижение мусульман. Что они сумели людей. Пятикратному. Молитву. Намазу. Приучить. Вот в это объединяющий. Притом обязательно. Хочешь ты не хочешь будешь стоять на коленях. И все друг за другом следят. Ну так это. Сейчас вам показали. Ролик поставили один. Отец Сергий мне. Посмотри как развращается мусульмане. Я посмотрел. Невероятно. Неужели это у них такое может быть. Ужасно просто. Ужасно. Я сразу своей мусульманке то скинул. Ее где то не видать. Скажи это может или не может быть. Выступает женщина мусульманка одетая. И перед ней с двух сторон сидят мусульманки. А на столе у нее стоят фалосы. И она показывает как совершать оральный секс. Берет в рот резинку и дальше сама себя надевает. И они вокруг сидят учатся. Ну что то нарочно такое. Да невероятно. Их не надо выпускать оттуда всех. Сразу уже казнить и на месте вместе с этой проповедницей. Ну а в самом деле против орального секса в Коране ничего не сказано. Ну нельзя же так понимать. Говорят одну дырку закрыли а другую открыли. Это в мусульманских странах такое да? А? Это в мусульманских странах такое? Во Франции. Во Франции мусульманских жен. Но в мусульманских странах они там добивались разрешения. Говорят сейчас проводят такое. Что если мужа дома не было а жена умерла. То ему официально разрешается сексуальную жизнь с ней вести еще 6 часов. Это проводится как через Верховную Раду через нашу Думу. Ну а то я смотрю сидит мула и говорит ну что это все комедия они бы опровергли. И говорит то по арабски. Фетхи свои разные. Ну не об этом разговор. Потому что у нас есть Евангелие. Евангелие не имеет равных них и не будет иметь. Мне нравится может я одно слово не так скажу. Выражение у Достоевского Федора Михайловича. Во всей мировой литературе я не нашел ничего симпатичнее, мужественнее Иисуса Христа. И с ревнивой любовью говорю что и не может быть. И если бы кто-то казал мне что Христос истинно противоположен вне. Я лучше предпочел бы остаться со Христом нежели с истиной. Так и Евангелие. Мне вчера заходит видимо даже два запроса были литеране. Я как понял по вашим роликам вы православный. А почему ссылаетесь на Мартина Лютер? Вы протестант или православный? Я пишу если вы так признали так и есть я православный протестант. А баптист? Я православный баптист. А иеговисты? Мы православные иеговисты. Но у нас баптист только один батюшка наш. Баптист отвечает креститель. Но я говорю если он сказал правильно. Я беру это даже у основателей материализма. Таких как у Ленина и у Карла Марса. Есть хорошее изречение и я ими пользуюсь. Пользуюсь и объясняю почему. Потому что никто это не выразил. Я беру от Чернышевского что-то. Даже от Ульянова. Который сказал наша радость от трудовых успехов. Ну что плохое? Вот оттуда и радостно у тебя лицо будет. Я же отвечаю почему это уныние такое. Говорят человек пал в апатию, в депрессию. Это все слова прикрывающие суть. Я отвечаю простыми словами от плохо сделанной работы. Что всегда? Абсолютно. А как же Ава Марка, Ава Исаия говорят не так? Ну они были духовные, а я вот так. Они начинают прилог, действие, сердцевина, начало, окончание. Я ничего не говорю. Плохо сделана работа. Тебе понятно? Ты плохо сделал, тебе радостно будет? Нет. Ты плохо воспитал ребенка, радостно будет? Нет. Плохо молился, а ответа на молитву нет никакого. Да ты и не ждал. Тебе радостно? Нет. Это у меня любая молитва радостная. Вот мне вчера сколько поступило заявок на молитву. Мне сказали, что я дома. Володя? А Володя там в обед варит. Володя? Володя уже здесь. Все. Руки об фартук. Подскочил. Мы на молитве. Вчера звонит отец Сергий. Дядя еще один умирает. Умирает некрещенный. Помолитесь. Звать Николая. Может быть кто-то обратит его там. До священника далеко. Володя? Все. Мы на своем месте. Это мое место, которое мне Бог дал застолбил. Мне в редакции говорят. Знаете, Игнат Иханович? Вот ваша-то версия оказалась верной. Вы заранее говорили о Боге. А мы-то как? А теперь власть-то клонит на вашу сторону. Моя версия оказалась верной. Да какая версия? Я со Христом был. Моя версия. Я думал о душе всегда. Тут как-то выступал председатель журналистов Алтайского края. Типикоп и говорит. О Боге, говорит, часто люди задумываются. Но чтобы день и ночь думать только о Боге, это только Лапкин. Он мирской человек. Да какой мирской-то? Уж теперь его таким трудно назвать-то. Был в Иерусалиме по приглашению-то. Кто как? А я помнил, что вы говорили. Написал книгу «Век Наполеона», а дальше написал «Не без вашего влияния». Написано. Вот и все. Он написал там главу такую, что все от того, что люди не знали Бога Библии. Наполеон такими руководил, а отсюда царь своими. Вот и все. Не зря мы плоды будут расти, если мы будем благовествовать. Да, благовестия. Я вот тоже часто встречаю и в таких передачах, и священники тоже все больше и больше о благовестии начинают говорить. А мне главное со всех сторон. Смотрите, вот они говорят вот так, как вы говорили. Я говорю, я уж и забыл, как я говорил-то, потому что я уже дальше иду. Так они сейчас и купели строят. Купели надо еще и научить человеку. Тут сделали купель в Никольском соборе. И ко мне на занятия в университет пришли. Отец Михаил Капранов послал сказать вам, что купель сделали. Так он для кого-то для меня делал? Может мне к вам пойти? А что, закрыли его мраморной плитой. А сказали, да это равно. Значно, что в полное погружение, что мокрой ладошкой, поповской, пухленькой ладошкой помочить волосы. Неравно. А одно крещение, а другой обман. Фикция. Профанация. Ко мне женщина одна. День три назад дошла. И говорит, я узнал, пишет мне, я узнал. Про Игнатия Латкина. Я прочитал про него. Посмотрел фильмы. И говорит, что же, я теперь не спасусь, говорит. Я говорю, а что такое случилось? Он говорит, да я не крещеная, я моченая. И все, ты разданная мне. Я говорю, ты боюсь. Я боюсь его. Он такой строгий. Боюсь вопросов. Не бойтесь, не дадите. Он вам ответит на все вопросы. Но строго, если бы я своими словами отвечал-то. Строгость. Я в кавычки беру. 1173 выписки делаю и все закавыченные. Показываю страницы, книги, где жития святых. Дебитера Ростовского. Ну, знаете, канон это поцелуй на полочку поста. Не надо целовать. Надо сердцем приложиться к нему и выполнить. Ты должен открыто сказать, да, я не пытался. Даже не пытался. А если будем все делать, что получится. Я говорю, что не делать, а что получилось, это мы видим. А если исполнять будем, вы еще не знаете, что получится. Получится хорошо. На душе легко будет. Люди начинают вашим языком уже говорить. Уже говорят моченые. Я говорю, не крещеные, я моченые. Моченая только голова у тебя моченая-то. А обливанцы, это его раздевали. И водой его обливали, как он в жаркую погоду. Три раза во имя Отца раздеты полностью. Вот это обливанцы. Так и их этих обливанцев-то в священники ставить нельзя было. Вы найдите, ну, канон это. Как говорят. И только на крайний крайний случай на безрыбье и рак рыба. Тогда уже можно. Но только и всего. Вот люди приходят к батюшке. А вот батюшка гастрит, там перитонит. Ну, всякую глупость. Пост, чтобы не соблюдать. Ну, ладно. Бог тебе помощь. Я спрашиваю. Вот эти бабушки, которые ходили туда в церковь. Теперь они ходят с нами, молятся. Почему они к нашему батюшке не подходят? У нас никто не выпрашивает. Пост все дадут. Все сто процентов. Все сто процентов постятся. Все по календарю. Они календарей покупают. Покупают и посмотреть, что поесть можно. А остальное еще там в календаре. Святые одни. Ну, вот и все. А то только поставь. Ты увидишь, как даже дети любят порядок, чистоту. Над столом не склоняться. Над чашкой. Не облакачиваться. Простое даже. Не разговаривать. Есть с благоговением. Дети-то понимают это. А ты взрослый не знаешь. К нам бывает к детям приедет. Ну, родитель как всегда чашку обхапал и над ней. А мальчишка-то рядом с ним сидит. Гляжу, он ему шепчет. Гляжу, отец глазами повел. Кто видел, не видел, как он из чашки-то вылазит. Сел. Сел прямо. Он ему снова подсказывает. У меня были одни такие. Мы приедем. А баба-то наша не знает, как правильно за столом сидеть. Но еще. А я скажу, баба, нельзя так. Надо вот... А ты объяснишь, почему нельзя? Ну, сидишь с облакачивания на стол. Правильно, Серахов сказал. А баба засмеется, говорит, и скажет, смотри-ка ты, а я этого не знала. Теперь опять чашки не оставлять, доедать, залезать. А баба еще скажет, смотри-ка ты, а я этого и не знала. То есть они ученики. Если бы священники учили, разве такое было бы? Если бы монахи не сидели, вот этой угрозы мусульманской-то не было. Это 2 миллиарда православных было бы. 2 миллиарда. Я сейчас в последнее время пересматриваю Германа Стерлигова. Я тоже давно его уже смотрю, слежу за ним давно уже. Вот. И вот по поводу лицевого свода, вы его не читали? Это кого? Ну, Герман Стерлигов. А, конечно, конечно. Так мы за него каждый день молимся. Мы молимся за него, имя Германа поминаем. Ну, лицевой свод, вы не читали лицевой свод? Да, читал. Он у меня, кажется, есть на форуме, я перенес его давно уже. Есть, да? Да, конечно. Надо посмотреть просто. Я помню, что я его многое перекопировал сюда. Даже я иногда не согласен, где-то маленько что-то. Как вот вчерашнее Лютеранин-то спрашивает. Мартин Лютер сказал, «В мире есть одна книга Библии и одна личность-христос». Мне очень нравится это. То есть все остальное должно быть направлено к этому и иссякать из этого. А об остальном меня уже спрашивать будут или нет на суде Божьем неизвестно. А это будет спрошено. Все-таки как вот он, Герман Сергеевич, как он все-таки бьется, тоже радует так вот людей за Россию. А я вчера думаю, о, вам бы объединиться. Никак, он не пойдет на это. Он полностью отошел от московской патриархии и ее там после в Гриву. У меня другой подход. Я бьюсь, чтобы священники были настоящими. Вот есть сейчас Агафангел Пашковский, там другие, Тихон архиепископ, это пасечник. Мы могли бы к любым пристать. Но у них условие первое почти. Признать, что московская патриархия безблагодатная. Мы никогда на это не пойдем. А вот Стерлигов Герман как раз на этом остановился. У него оригинальные просто мысли где-то есть. Он вовремя отошел, когда эти, можно было грабить миллионы-то. Откуда миллионы-то? Он же не заработал их. Это награбленные деньги-то. Ну и он признается, что это ограбленные деньги. Ну вот, что он делает-то? И он говорит, какие люди у него работают. Я не ставлю, чтобы было единомыслие в политическом направлении, в религиозном. То есть он ничего этого сделать не может. Просто работники работали, получил им деньги. Дал деньги, раз, два-три больше нормы. Деньги-то есть. Он ничего не может сделать, то, что у нас есть. Они совершенно курили какую-то... Ну он против того, что были безбородые. А работники? Ну я с них не спрашиваю. То есть он ничего не спрашивает. Вот то, что он говорит, это он говорит один. У него никого нигде рядом. Он не может показать нигде ни одного человека. Никого нигде нету. Он теории своей на практике нигде, никаким образом не проверял. Вот к нам приехал, есть такой писатель Быков, Дмитрий Львович. Очень известный такой, из Москвы. Он журналист, там в разных коммерсантах, в российской газете, везде он там идет. И у нас он был с Бурлаком с одним, с фотографом. И он написал собеседник, это журналу смена, приложение такое, как журнал идет, собеседник. И он говорит, Игнатий просил нас, чтобы мы, если у нас есть выход на Солженицына, сообщить ему, что в гости зовут. Ну, дальше он в виде каламбура сказал, у меня нет на него выхода, как у всей России. Так вот, Александр Исаевич, вы говорите, как обустроить Россию. Так ее уже обустроили, точно по вашим лекалам. Ничего мы по его лекалам не делали. Оно сошлось с тем, что предлагает Солженицын. И он это напечатал тысячами экземплярами. Он увидел, просто увидел. Мы Солженицына даже не поминали нигде, а он, зная того и другого, увидел. Это одна семья, большая семья, за одним столом. А кому не нравится, тот ищет другое поприще, другой стол. Герман, в моей молитве. Этого вполне достаточно, чтобы определить, что я ему не враг. Ну, видите, он больше, у вас к духовному больше склоняется. А он к изменению правил вообще, изменить людей, сущность людей изменить. То есть, мы конечно берем приличию к такому вот, изменить отношение людей. К природе, ко всем вот этим вещам. А у вас более духовное такое положение. Видите, он что, к атомной войне готовит он. Как правильно, там экологически чистые продукты. Это все он знает, где говорит. Но жизнь свою он не продлит ни на один день. У нас ничего этого нет. То, что он говорит там, где... Но у нас все есть, в более превосходящей степени. У него связи там, он о золотом валютном фонде, про Сирию, про Ливию. У нас этого ничего нет. Мы знаем у себя. Ну вот Игнатихович, мы вот с отцом Сергеем тоже разговаривали. И я вот такой, затрагиваю такой вопрос. Я говорю, ну вот смотри, я к батюшку говорю, И сейчас будут Игнатихович, как говорится, перестать вот православие, точнее патриархию поносить, внести по кочкам, по всем. Вот и как бы народ к нему потянулся. Сколько бы вокруг него образовалось, сколько людей сразу, сколько его единомышленников, сторонников таких. Вот. Но это тогда бы уже не Ларкин был. Ну, конечно. Пускай они меня рассматривают во свете Библии. Одно условие, только одно. Почему никто не выходит? Назначьте суд, синодальная какая-то рецензионная комиссия. Пожалуйста. Во свете Библии я не буду рассуждать ни по каким правилам. Но во свете Библии я покажу и каноны, и жития святых, и все остальное, и труды святых отцов. Они это только говорят, они ничего этого не делают. Они не могут. Вот нападают, когда на церковь-то, где там, ну, такие как Низоров, Александр Глебович, там, и кто-то. Много, много-то не говорит, но вот тоже есть вот это у Стерлигова-то. Он полностью отошел. Он сначала со старобрядцами, а теперь никаких старобрядцев я не знать не хочу. Я не старобрядец. То есть он никто, он один. У него никого нет, у Стерлигова. А вот, а говорить не надо. Ну, надо прислушаться к тому и к другому. Я вот что говорю. К ним надо пойти. И вот в чем обвиняют они патриархию, особенно Низоров. Во мне-то этого ничего нету. Я, когда говорят, а вот, это не про меня говорят, они про другого говорят. У меня этого нет. Ни лимузина этого нет, ни охрана, ни ВИП и все, что там, где персоны. Ничего этого у меня нету. И поэтому где они долгают патриархию, ни в одном пункте ни разу меня не ударили. Я совершенно другой, как говорит Игумен Сахаров, Кирилл, на Гарсиневке. Игнатий совершенно другой. И поэтому меня должны рассматривать только во свете Библии. Мою биографию себе не переложить, не составить. Игнатий, а вот я думаю, вот такой вопрос есть. Ну а если вам вот оставить вот эту вашу позицию, допустим, и перестать вот что-то такое дурное вообще нести о патриархии? Ну а где я говорю, что патриархии-то конкретно показать нужно? Вот просто оставить. Ну как бы... Вообще вот оставить и не касаться вообще. Я не касаюсь сейчас. Это работают книги. Я не могу книги-то убрать-то. Они что-то там находят. О старых роликах-то. Они меня воспринимать должны со всем, что у меня есть. А им-то надо меня со всех сторон обрезать. А что, моя борода нужна или что? С чем я пристану-то перед ними? Я могу молчать. За меня говорят мои книги. Это мои дети. Мои ролики. 1400. Там уже все сказано. Дело в том, что вот сейчас многие ссылаются на те же ролики, вот на эти не читая книг, уже по роликам делают вывод. Вывод уже о вас. И просто не берут книги в руки даже. Пусть бы они почитали. А вот мы опять с отцом Сергеем тоже говорим. Ну, как вот это все-таки, мы думаем, как ему все-таки донести, что он вот о священниках всех священников под одного ребенка, вот и он все священники такие, там волки. Я объяснял, Сергей, что слово «все» означает много, большинство. Это уже напрасно отец Сергей говорит. Я ему это объяснял. Мы это прекрасно понимаем, мы это понимаем. Но мы это как бы для людей, понимаете? Что люди не понимают этого, что «все» обозначает многие. Люди этого не знают. Мы с отцом Сергеем понимаем, мы знаем же вас. А люди этого не знают, и они понимают так, что вы обо всех говорите, обобщаете. Ничего не меняется. Еще раз говорю, во свете Библии, ни один пророк не угождал толпе, иначе он не был пророком. Я просто вот в этом видео хочу подчеркнуть, что вы не обличаете и не осуждаете священников. Вы конкретно говорите… Я за них бьюсь-то, за них бьюсь-то, они то, что… Что за разговор-то? Мы пришли, вот батюшка приехал, стоит мужчина одетый там, и он в тазике головой об нос тущит, воды-то там даже нос не закрывается. Но это крещение, я не должен говорить. Да Бог с меня взыщет, я обязан говорить. Они безумствуют, они обманывают людей, не учат их, не крестят. Ну… Говорить тут же, опять же, надо конкретно имя называть и говорить конкретно в человеке. Нельзя же… А если он махает в тазик, то нельзя же об всех такое говорить. Я теперь говорю, я привожу не что-то, а выступление патриарха Алексея Второго. Ну, нельзя его трогать. И он говорит, я выступал на перхальном собрании, прошло полтора года, девяносто восемь процентов священников меня не слышат. Я могу озвучить эту фразу теперь или нет? Это церковные ведомости. Официально издаваемый журнал Московской Патриархии. Я показываю номер страницы «К истинному православию», там где посмотрите в книге, и там написано «окрещение». В кавычки взято. Ну хорошо, меня настоятель встретил и говорит, прямо со слезами, «Игнатий, до каких пор вы будете терзать нашу мать церковь?» Вот, вы бы не говорили о крещении, что неправильное дело, никто бы к нам не звонил и не приходил. Вот чего им надо. Так меня-то уже никакого нет, зачем я живу тогда? Я, может, потому и живу, что Бога слушаю. Я не говорю об этом, они сами меня к этому толкают. А как вы думаете, то есть провоцируют? Я что, теперь вы сказали, как мне охота с вами хорошие отношения, я буду молчать? Я буду такой же, как вы. Это слово Божие Христом сказано. Если буду говорить, лгать, я буду такой же, как вы. Я не могу этого делать. Я просто обязан сказать. Обязан. Я ссылаюсь вот такой, это призывает вас ездить не на иномарках крутых, а на своих. Ну, кто это? Ну, Выжевский, Селикамский, Архиерей. Ну, а вы-то сделали это, не сделали. Меня это не касается. У меня не было машины, мотоцикла никогда не было. Я не могу этого не сказать, потому что он рядом сейчас, поп, здесь. И он выставляет материал отец Георгий. И выставляет на сайте этой епархии, что Лапкины и другие, они поклоняются демонам. Я еще должен сказать на это. И это отец Аким озвучивает, когда мы сидим за столом, и два архиерея рядом. Но это уже настолько было опиюще, то Максим Дмитриев сразу, да неужели такое может быть? Батюшка говорит, есть. Мы до дома не дошли, они уже убрали это все. Они совершенно бесшабашные, безбожники, лютые волки. Но я вам рассказывал, а когда вот Игорь Дубунов стоит, они подходят там толпой эти... Прощенные, подошли только, и подходят к нему. Ты что тут раздаешь, козел бородатый? Дай ему в морду. Это будущие священники. Рядом сестры наши стоят. Да вы что же делаете? Рядом священник. И он стоит и одобряет их. Это разбойники. Илья еще должен стоять и молчать. А чего ради-то? Я не имею права молчать, у меня такого права Бог мне не давал. Молчанием предается Бог. Григорий Богослов. Видите, как ревностные прихожане не могут терпеть на своих батюшек, на своих священников. Таких слов не могут они выносить. Поэтому на вас уже обрушена такая ярость. Одного пускай потерпят. Одного, наверное, на всю Россию. Одного. Другого пока нет. Я тоже так думаю. Одного не могут перетерпеть. Не стой нашего архиерея. Игнатий дольше вас ждет. А то я не могу ждать, Владыка, отпустите меня. Гедеона тут один был. А они ничего не знают. Они привязались. Ложный авторитет, он должен быть разрушен. Они из себя идолов сделали, как Василий Великий говорит. Так же позлощенно и так же обезгласно. Или что, мне не надо это приводить в места? Говорит, что говорил Иероним Стридонский о них. Что говорит Григорий Богослов, вот это сейчас выставлено об епископах. Мне говорят, так это как будто Вы написали. Вот как. Пусть они о ком-то скажут, что Григорий Богослов и я одинаково говорю. Пусть еще найдут одного священника. Одного мирянина. Так я-то и не знал про этот материал Григория Богослова. Мне Вас священники поставили. Нет, отец. Я по-другому не знаю. Просто мне не за чем тогда и жить, если я буду проходить это мимо безобразия. Вот мы приезжаем. Приезжаем в город, по порядку, если чтобы не ошибиться, там где-то Благовещенск, Амурской области. В библиотеке мы книги сдаем. А она говорит, директор, так вот у нас женщина специально этим занимается. Это в другом помещении. Я туда книги перенес, 38 разложил, начинаю говорить. Гляжу, она вообще не смотрит. А вы у отца Бориса были? Какого Бориса? Ну наш батюшка. Вы у него не были? Так он нам и не нужен, мы по библиотекам едем. Ну у нас тут договоренность такая... Какая? Ну вот что, мы должны тут... А что вы должны-то? Вы что, относитесь к библиотеке? Работники? Это государственное учреждение. Какое отношение-то? Я гляжу, она никто. Я тогда пошел к директору и говорю, вы меня к кому послали-то? Так вы берете книги или нет? А что она сказала? Так она мыщит вообще к отцу Борису. Я говорю, а где он? Ну он уехал, его два дня не будет, вы пока тут у нас побудьте. Она умалишенная. Зачем она здесь находится? Я еду не минуты, а секунды. Мы уже, когда деньги заплатят, машина трогается. И кто платил деньги, он бегом бежит и на ходу на машину садится. А она, я два дня буду сидеть, отца Бориса, да он приедет даже. Два дня я просидел, ну как-то просидел. Он пришел. Да 38 книг по 752 страниц, он даже не пролистает их. Ну ни картинки же смотреть он приедет-то. Да я его не знаю, может быть он такой же дубовый, как ты. Я других-то их не знаю. Ну и что? Я теперь должен к нему подлизываться, нюхать его или как? Доказывать, что я православную икону сжевать перед нем? Ну что? Так она ничего, ничего. Директор говорит, несите сюда книги. А я думал, она что-то значит, договорились. Она ничего не значит-то. Все, сразу оприходовали, выписали нам грамоту. Готово дело, мы поехали. Дала обещание, что книги будут целы. А та стоит, рот развернула, иди к своему Борису. А они не верят в Бога. Вот этот Цезаро Папезьм, он сконцентрировался в одном попике. Их убивает пачками уже. Это, как говорил Солженицын, тормоза пятилетки. Сверхсрочный лоб. А если ты не такой, ты цени перед Богом. Вся твоя, братья, почти вся такая же. 440 пунктов. 440 храмов посетите, то это чего-то стоит. А то 440 городов мы проехали сел. И везде 100% одинаково. Только в одном месте, в одном месте у нас тут священник. Когда мы приехали, пришли туда, он говорит, а почему же вы ко мне-то не заехали? Я бы вас пригласил тут. Я говорю, мы уезжаем, да везде. Да я вас только слышал, я рад вас слышать. И теперь о нем я говорю в епархии. И боюсь его имя назвать, они его сразу сожрут. Но и правда, его убрали. Его задавили. Это лютые волки. Другого наименования дать не могу. Дух Святой их уже обозначил. Притом не щадящие стадо. И будут говорить как? Превратно. То есть все на выверт. И причина какая? Запятая. Чтобы улечь за собой, чтобы мы поклонялись. Батюшка благослови, батюшка благослови. А кто вас благословил? Бог благословил. Показываю грамоту от митрополита. Показываю... Вот сейчас могу даже скинуть материал от епископа. Им это не надо. Так это же в 2002 году благословение было. А не одуревшее. Так что оно? Протухло уже благословение. Притом благословение от современного. От патриаршего епископа Максима. И они ни во что ставят. А где это? В Томске. А кто там? Преподаватель семинария там бурмистров или бургомистров. Не знаю это. Отец Сергий говорит, да его уже нету. Как нету? Он отравлял, он остался в учениках. Епископом митрополита Никодима нет Ротова. А плоды его растут. Вот это голубое лобби сегодня, оно вот потопит их. Тема очень понятная. Им надо молиться и плакать. А этого они не умеют ни того, ни другого. С любой властью будут играть. Геннадий Ильич, а вот я вот, наверное, уже раз пять смотрел. У вас там несколько фильмов есть. Собрание со священниками. Вот не намечается в ближайшее время вот таких, устроить таких будет? Ну вот мы назначили на 26 это. Ну пойдут они или нет на это. Первый раз, когда встречались, я не произнес ни одного слова. Только одно сказал. У кого будет мобильный телефон звонить, вы не отключайте их. Можете просто рядом выйти. Все. А уже на следующем в епархии батюшка отец Аким сказал. Говорит, у меня нет никакого опыта благовестия, миссионерского работы. А вот у Игнатия очень большой. Может дадим ему слово? Так они давали, да с оговорками там билет отец Сергий. Но дали. Я говорил час десять минут. Вот это и стоит там. И в конце секретарь епархии Барнольская сказал, под каждым словом Игнатия Тихоновича я могу подписаться. Это что-то значит, нет? Это многое значит. Ну вот пусть на этом и стоят. Они ничего в ответ мне не должны говорить. Не должны и не могут говорить. Потому что я говорю не свои слова. Я сказал шестой Вселенский Собор, пятнадцатое правило. Ну и что? Это означает не шестерка, а шестьсот тридцати епископов сидит. Не принимая это правило, ты против шестьсот тридцати епископов пойдешь. Ну ты объясни, может быть ты прав, а не не правы. Раньше тридцати лет вы не должны быть священниками. Зачем вы залезли-то? А разве такое правило есть? Они даже не знают. Они невежды. Но архиерей-то не мог не знать. А если он не знает, говорит, за хвост да в яму. Развратители. Пускай они это правило выполнят. Одно. Диаконы не раньше двадцати пяти лет. Священники не раньше тридцати. А теперь придумали, а в епископы не раньше тридцати пяти. Этого нету. Этого нету. Ну а было что раньше ставили? Раньше было ставили. До принятия этого правила. Где нет закона, нет и преступления. Но почему до сих пор идет такое попрание вот этих правил? Сейчас вот особо такой нужды, резкой нужды такой нет. Вот как бы было... Потеря страха Божия, отец. Я тебе что-то говорю. Потеря страха Божия и неверия. Они живут только для этой земли, чтобы все было хорошо у них. Они не верят в будущую жизнь. У них нет веры в чай и воскресенье мертвых. Они не верят и нещают. Они не нещают, как здесь больше нахватать, нахапать. Четыре рта хватают. Я-то это говорю, имея брата родного протеерея. Наш батюшка не нуждается в этом. У нас ни с тарелкой не ходят по храму, ни продажи, ни свечей у нас ничего нет. Пускай они это у себя сделают. А ведут святую десятину. Десятина святая все уничтожает. Ни шума, ни хождения. Горят у нас восковые свечи. У нас достаток средств. У нас все есть. Все. И для больных, и для роженец. И для детского лагеря. На миссионерскую работу. Все на все есть. А всего несколько бабушек. У нас какая община там мизерная. Ну да, все-таки же опыт. Какой опыт? Многолетний опыт. Ну да. Научиться. Берите, научитесь. Мы у них учимся. От обратного. А они не учатся. Они за нами смотрят и ничего не могут сказать. Ничего. Ни одного аморального поступка. За ними мы не смотрим. Они сами их публикуют. Или мирские газеты. Стоит эромонах и рядом ребятишки его. Рожденное горомонашество. И ничего не отрицается. А теперь только надо кормить по идее. Я за это не обвиняю. Просто к слову сказать. Пусть они живут как надо. Пусть они только учат. Я ни за какими грехами священников не смотрю. И когда говорят, я говорю, нет, это никакой роли не играет. Пусть он делает как положено. То есть, как положено. Свидетельствует. Несет евангельское слово. Да, я... Никакие эпатажные, как называют высказывания, как у некоторых находят. У меня ни одного такого нет. Я говорю абсолютно точно по Евангелию. И говорят, а у него сектантский уклон, он по Евангелию. Понимаете, как связано. Баптист это значит Евангелие. А православная это свечка. Да свечка-то не чистая. Катаракта будет от них. Люди неверующие. И в церкви прибыток в основном на 90 с лишним процентов от неверующих, которые приходят. А не тех, которые пять бабушек приходят постоянно. Это освещение, машины, офисы, ну и все прочее. Ну, дело в том, что я даже на это внимание не обращал. Я прекрасно знал о жертве. Вот. И ко мне вот приходит, допустим, освещение. Да, вот. И сумки достает, агарки ставят. И служит на агарках. То есть вот на свечке. На это и внимание, на все вот эти мелочи не обращают. Уже внимания никакого не обращается. А по сути это нарушение. Идет прям полное нарушение. Когда мы регистрировали устав, мы ввели в него устав. Никакой продажи купли не может быть. Никакое таинство, ни крещение, ни отпевание, ни венчание. Нигде деньги не брать. У нас в уставе записано. Почему они себе не записали это? То есть они уже оставили себе огромную волшью дыру. Лазить в нее. У нас написано, свечки должны быть чисто восковые. Не снимать пока не догорит, не помигает и сама не погасит. У нас к свечке нельзя прикасаться. А они вот столько вот еще отрывают потом на переплавку. А когда много на причастие, они пачками, корзинами выносят обратно, перепродают. Это батюшкин доход. Волки лютые. У нас ничего этого нет. А мы в устав это ввели. Они у нас были, записывали, фотографировали к себе в устав. Но ничего у них не получилось. Ни у одного не получилось. Ни у одного. А это ни день, ни два. Ну минимум два десятилетия. Какая моя вина? Если я не по слову Божию говорю. Выйди обличь. Я сейчас перед всем миром выйду и скажу, что я виноват. Книги вышли-то уже, да, двенадцать. Тринадцать лет. Двенадцать лет тут уже полное. И ни одного возражения нет нигде. Ну выйдите, не просто кричите. Так что, даже если вы и говорили с отцом Сергием, склоняйтесь к той мысли. Я требую суда кесарева. Или патриаршего. Но на основании Библии. Ну тут вопрос. По сути дела стоят не у священников, а у их прихожанок. То, что обидно себя уже принимают прихожане. То есть люди уже обижаются. Ну и что? Какое это для меня значение имеет? Я должен каждый раз посмотреть. Нравится прихожанам, не нравится. Да какой же мой голос-то был бы? Я, как говорит Андрей Кураб, никогда не смотрю на мнение людей. Я не должен смотреть. Почему? Я на молитве провожу время. Пусть они все становятся на молитву семь раз в день. Как мы становимся. И у них другое будет. Они не молятся. Они молиться не знают. А я службу стоял. Да что стоял столбом? Ну вот у Ивана Полтоуста есть от священников. То есть он описывает, что нельзя поносить священников. То есть нужно по максимуму относиться к священству. Уважительной жизни Ивана Полтоуста уже описывает. Шесть слов его. Шесть слов. Пусть считают. Я не могу уважать. Мы должны уважать мнение противника. Не уважаю. Совершенно. И не могу уважать. Потому что противно Богу. Это анафема им за это. Если будут говорить не то. А они говорят не то. Мое мнение для них не должно много значить. Пусть смотрят в Библию. Если даже ангел с неба будет не то говорить. Галатам 1.8.9. Да будет анафема. Я говорю все эти анафемы на православных. Православные? Да какие они православные? Это 1 на 300 крещеных маленько что-то знает. Один. 0,3 процента. А я должен на мнение каких людей. Это их нет людей. Это улица. Меня это нисколько не трогает. У них ничего нет. Ни Евангелия. Ни Христа. Ничего. Единственный батюшка. Я им говорю патриарх. Вот. Говорит. Да пошел ты со своим патриархом. Я говорю. Они ничего не знают. Ничего. Этих попов снова будут вниз с колоколем сбрасывать и на виллу поднимать. Россия гибнет из-за них. В большинстве. Народ не научен. Совершенно. И как бы я приноравливался. Зачем это мне нужно. И как. Даже я вот сейчас. С сегодняшнего дня я полностью не буду говорить. Я отойду. Но остаются книги и все что у меня в интернете. Они до второго пришествия мне никогда не простят. Вот и все. Люди совершенно не знают коммунистацию. Совершенно не читают. Да. Да. Я раньше не видел. Я только видел. Кто-то таком и с вами только об этом стал думать. Да. Такой ужас. Что же делать? Я готов вот и не спать ночами кричать. Люди. А помните. Ну я еще не могу. Что можно было я им отдал. Так. Еще что-то у вас есть? Ну я не знаю даже что. У меня есть много чего. Более сильное. У меня голова не работает. Ах. Ах. Ну то работает она. Не жалуйся. Дальше она лучше не будет работать. Довольствуется тем что есть. У меня тоже она уже не так работает. Ты всегда будь радостный. Завтра будет еще ближе к смерти. Память будет ослабевать. Поворот головы делаешь сегодня? Делаешь. Аллилуйя. Наполни уста свои непрерывным восхвалением Бога. Поговорил с Сергием благодарение Богу. Он не принял благодарение Богу. Я ему говорил. Молите за него чтобы он устоял в этом. Потому что на него давление. И сегодня он должен мои книги к Максиму отнести. Я говорю обними и поцелуй его. Я больше радуюсь. До сих пор он прям находится в такой радости. После знакомства с вами. Слава Богу. Ну мы молимся все время. И он как чуть что так обращается. Вот у них там исчезла база. Как то данных то. В епархии то. Но это большая неприятность. И он сразу позвонил. Молиться надо. Там какой то Евгений то. Ну мы молиться стали. Я просто сказал. Господи сотвори чудо. База исчезла. Ее нету. Ни на диске нигде нету. И он день проходит. Он говорит нашлась. А откуда нашлась. Объяснить не может. Володенька давай скорее благодарить Бога. У нас живая связь с Богом. Я считаю это за чудо. А что теперь будут объяснять. Да мы забыли. Да она была там на сервере где то. Меня это не касается. Вы бы ничего не нашли. Это мы просто бомбардируем врата небесная отчизна. И Бог нас слышит. И Бог нас слышит. Ну что. Ладно. Игнатич. Увидимся еще. Вот слышимся. Дай Бог. Ежели Бог Бог. Спаси Христос. Оставайся с Богом тоже. Аллилуйя. Вели в Бог. Видишь. Бог дал утешение какое. Ему нелегко. Его надо все время поддерживать. А то представься себе парализованную. Ой-ой-ой. Ну давай. Что там у нас есть.